Всем привет! Пока у меня застывает жидкий металл между крышкой и водоблоком для сравнительного тестирования с термопастами, я решил сделать для вас экспресс обзор на заводскую водянку AlphaCool A-Spyre 240. Это именно экспресс обзор, потому что в декабре ко мне попало много железяк для Макса и я пытался все успеть протестировать, чтобы отправить ему его же подарочки под Новый год. Так что в этом обзоре от меня будет больше впечатлений, чем цифр. Итак, в своем обзоре про All-in-One водянки я выделил только некоторые модели, которые я могу рекомендовать к покупке, и серия Ace Buyer от AlphaCool была среди них. Как я отмечал ранее, в отличии от водянок Corsair, NZXT, Thermaltake и многих других, которые изготавливаются на одном заводе, водянки Airs Buyer имеет ряд преимуществ. Радиаторы у них не алюминиевые, а медные, что позволяет более эффективно охлаждать систему. Наличие технического отверстия для дозаправки или обслуживания системы. Все элементы системой кастомизируются, и в будущем можно добавить элементы для более эффективного охлаждения и включить в нее жидкостное охлаждение видеокарты. Сама водянка достаточно легко монтируется на все актуальные и не очень сокеты как Intel, так и AMD. По работе самой водянки могу сказать следующее. Помпа достаточно тихая, хотя как-то раз при очередном старте системы небольшое количество воздуха, которое находится в системе, попало на лопасти и помпа как-то очень странно захрустела. Но во время тестирования это было только один раз, несмотря на то, что я экспериментировал с креплением водоблока. А вентиляторы не представляли из себя что-либо уникальные и на тысячи оборотов в минуту и выше были уже слышны. По эффективности охлаждения данная система превосходит топовые радиаторы, к примеру тот же NACTOA D15, так как она способна удерживать современные процессоры в табильном состоянии даже на напряжении около 1.4 вольта, в то время как NACTOA D15 и ему подобные вытягивают напряжение только до 1.32, в лучшем случае 1.36 вольта. И напоследок, на момент выхода моего видео по сравнению all-in-one водянок еще не поступили в продажу системы Fenix от компании EK. Хотя систему Fenix сложно назвать полностью готовой водянкой, так как она набирается из отдельных элементов и по итогу вам придется запариваться и заполнять это дело хладагентом, но сам монтаж и соединения достаточно простые и не должно вызвать проблем при четком исследовании инструкций и соблюдении максимальной осторожности. Так что если вы задумаетесь об жидкостном охлаждении, ну а вы в этом новичок, то рекомендую именно такие системы. Ну а на этом у меня все, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok